Здравствуйте, уважаемые семиклассники! Сегодня мы с вами продолжаем изучение разных функций и приемов при создании слайдов, при подготовке презентации. Сегодня у нас с вами последнее видео о разных специфических элементах, которые часто располагают на слайдах. Это таблица, иллюстрация, немножко работа с текстом. Но вначале я хотел бы акцентировать ваше внимание на том, какие задания необходимо было сделать в течение четвертой четверти в нашем режиме дистанционного взаимодействия. Во-первых, это, конечно, был реферат на тему истории развития ЭВМ. Нужно было сделать его в ВОРДе, либо в другом редакторе, если у вас не было ВОРДа. Второе задание, которое необходимо сделать было, это буклет. Буклет, в принципе, на любую тему, которая вам показалась интересной, важной. У кого не было фантазии, можно было взять тему истории развития ЭВМ. Спасибо большое. Мы с Еленой Николаевной получили много рефератов, много интересных буклетов. Надеемся, что все, кто еще не успел это сделать по каким-то причинам, все-таки сделают и пришлют нам эти работы. Далее было одно задание, посвященное презентациям, которое нужно было прислать. Это титульный слайд презентации. Мы о нем говорили как раз на прошлом уроке. И в титульном слайде необходимо было акцентировать внимание на выборе красочного фона. Возможно, создание некоторого эффекта затенения для картинки, чтобы надпись была контрастная, хорошо видна. Надпись с названием, естественно, вашей презентации и автором. И можно было добавить картинку, которая акцентировала бы внимание на той теме, которую вы выбрали для этой презентации. Опять-таки, презентация могла быть либо на тему истории развития ЭВМ, либо на тему по смежным предметам, например, по географии, по технологии или каким-то другим. Титульный слайд, конечно, очень важный, потому что он задает общее настроение, задает некоторый стиль во многом презентации. И очень важно, конечно, уметь его создавать грамотно, современно, корректно. В следующем году вам предстоит проект по английскому языку, где вместе с определенным текстом, сочинением, которое вам нужно будет написать, нужно будет также представить свой проект. И вот одним из инструментов, которые можно и нужно будет использовать, естественно, будут презентации. И все те приемы, о которых мы говорим с вами в этом году, естественно, вы сможете использовать и в проекте, и в тех слайдах, тех презентациях, которые вы готовите по другим предметам, в рамках рефератов, докладов и так далее. Может быть, кто-то из вас занимается в дополнительных секциях, кружках, и там часто бывают выступления, защита своих проектов. Там тоже можно, естественно, использовать все эти приемы. Если у вас по какой-то причине нет программы PowerPoint на компьютере, такое возможно, то вы, конечно же, можете использовать альтернативные программы, например, Google Slides, о которых в прошлый раз мы тоже говорили вскользь. Или, может быть, пользователи техники Apple могут взять программу под названием Keynote, тоже достаточно интересная, современная, но с отличающимся, конечно, немножечко интерфейсом программа. Вы тоже можете ее использовать. И вот сегодня мы поговорим о разных приемах дополнительных, которые используют при подготовке слайдов. И поговорим о размещении таких объектов, как таблицы в презентациях, о некоторых техниках вставки и подготовки иллюстрации, картинок на слайдах. И поговорим вообще в целом о том, какие рекомендации можно дать по работе с текстом в презентации. Давайте посмотрим, что можно со всем этим сделать. Итак, для начала давайте поговорим о таблицах. Сейчас на слайде вы видите фрагмент таблицы из реферата истории развития ВМ, истории поколения ВМ. И, к сожалению, очень часто мы видим примерно такие таблицы на слайдах, и это не может не огорчать и расстраивать. Потому что здесь собраны все возможные ошибки, недостатки, которые только можно представить. Во-первых, это, конечно, не очень контрастные цвета заголовков, перенесенные некорректно слова. Например, здесь миллионы маленькие знаки. Где-то написано с большой буквы, где-то с маленькой. Где-то можно было бы изменить ширину ячеек и так далее. Давайте попробуем сейчас из этой таблицы сделаем что-нибудь более аккуратное и симпатичное. Первое, о чем многие задумались бы, наверное, это изменение цвета слайда, цвета фона слайда. И здесь у вас два пути. Либо сделать заливку цветом, либо добавить какое-то изображение. Изображение мы же с вами уже добавляли на титульном слайде. Может быть, для слайдов с основным содержанием не стоит добавлять бесконечно какое-то огромное количество картинок и отвлекать внимание. Наверное, здесь мы попробуем сделать заливку цветом. У вас два пути. Либо сверху конструктор, дизайн. Бывает, иногда эта вкладка называется. И здесь пункт формат фона. Можно выбрать сплошную заливку. Ну, выбрать какой-нибудь цвет, например, зеленый для разнообразия. Поярче можно. Давайте выберем что-нибудь такое. Почему зеленый мне пришел в голову? Ну, потому что материнская плата, основное устройство компьютера, которое у нас с вами есть, очень часто именно зеленого цвета. Немножечко не такого, конечно, потемнее. Ну, нас устроит сейчас. Можно выбрать любой цвет, который вам покажется интересным, красивым. Но желательно не переборщить с разными вариантами цветов в одной презентации. Давайте попробуем сейчас поработать с этой таблицей. Во-первых, для того, чтобы просто добавить такую таблицу, нужно воспользоваться сверху меню «Вставка», пункт «Таблица» и выбрать нужное количество столбиков и ячеек. Это все просто. Чтобы не тратить время, естественно, я уже взял пример из одного из ваших рефератов. И когда вы щелкаете по таблице, сверху появляются два пункта. Конструктор таблицы – это все, что связано с стилями, границами, заливками, эффектами, ну и так далее. И макет – все, что связано со структурой этой таблицы. С обеими вкладками имеет смысл поработать. Давайте начнем, наверное, с конструктора. Я выделю сейчас все наши ячейки. Уберу сейчас временно все границы ячеек. Если я их уберу, будет выглядеть вот так. И также, наверное, уберу сейчас заливку. Сделаю временно однотонную. Или вообще скажу, что у нас нет заливки. Почему бы не попробовать так? Далее я бы попробовал, наверное, изменить цвет текста с черного на, как вариант, белый. Давайте посмотрим, что получится. Так, уже стало неплохо. Мы с вами можем теперь поработать более тонко с шириной столбиков и с границами. Итак, давайте попробуем, например, сделаем, может быть, чуть-чуть поменьше первый столбик. И многие для того, чтобы сделать остальные столбики примерно одинаковой ширины, пытаются на глаз их двигать, менять. Обычно это не получается хорошо из первого раза. Есть очень простой прием. Можно выделить столбики, которые мы хотим задать одинаковой ширины. И в пункте «Макет» можно выбрать кнопочку «Выровнять ширину столбцов». Тогда все выделенные столбцы станут одинаковой ширины. Так, уже хорошо. Не помещаются некоторые слова. Наверное, здесь можно попробовать сделать немножечко поменьше текст. Давайте вот в этих вот ячейках сделаем поменьше текст для того, чтобы все помещалось. Так, уже стало лучше. Большие буквы зачем-то. Обратите внимание, что можно, в принципе, не писать с большой буквы все элементы таблицы. Можно все сделать маленькими. Здесь не новые предложения начинаются, как бы продолжаются. Все, что нам нужно. Так, большая. Теперь поработаем с первым столбиком. Наверное, можно, во-первых, тоже сделать поменьше этот текст. Что у нас получится, если еще меньше? Наверное, вот так можно оставить. Я бы попробовал, сделал выравнивание по правому краю. И мне сейчас не нравится несколько моментов. Например, вот здесь вот в пункте быстродействия у нас дописано в скобочках пояснение о том, что это количество операций в секунду. Возможно, имеет смысл сделать эту надпись с новой строки. Либо Enter нажимаем, либо Shift-Enter можно. Так это будет просто перенос строки, а не абзац. Но, поскольку это не Word, здесь не так принципиально. Здесь немножко по-другому работают все элементы управления текстом и абзацами. Поэтому можно просто Enter было сделать. И как же нам сделать так, чтобы все это помещалось в одну строчку количества операций в секунду? Давайте просто второстепенную информацию уменьшим. Сделаем, наверное, вот так вот. Так, количество выпущенных в VM тоже теперь не помещается. Что мы можем с этим сделать? Ну, например, можно сократить количество, сделать колво. Так, ну вот. Все вроде бы хорошо. А, у нас два раза быстродействие написано. Здесь, наверное, не быстродействие, а элементная база. База. Прекрасно. Теперь давайте поработаем с столбом, с границами и заливкой. Мы можем с вами добавить некоторое количество границ. Например, я предлагаю не делать внешние границы в этой таблице. Сделать только внутренние и, например, отделить вертикально критерии, по которым мы сравниваем все поколения, но не разделять вертикально все поколения друг от друга. Давайте попробуем это сделать. Итак, выделим нашу табличку. Перейдем в раздел «Конструктор таблиц». И в пункте «Границы» мы видим с вами сразу же много вариантов, которые нам доступны. Перед тем, как мы будем сейчас задавать эти границы, давайте поработаем с цветом. Вот здесь, в пункте «Нарисовать границы» есть возможность выбрать, во-первых, тип нашей границы. Можно оставить либо сплошные линии, можно попробовать поработать с пунктирами или точечными линиями, такими вот элементами. Все точечные возьмем и цвет пера сделаем белым. А вот теперь выберем все внутренние границы. Так, посмотреть, что получилось. Как вариант, можно посмотреть, что у нас будет, если сплошные границы сделать. Ну, тоже хорошо, кстати. Далее, можно попробовать действительно не отделять вертикально все вот эти вот объекты, все наши поколения. Для этого снова перейдем в «Границы» и снимем пунктик внутренней границы. «Границы» делаем просто внутреннюю горизонтальную границу. Они остались, единственное, вот здесь я забыл. Давайте здесь еще раз. Да, вот мы сняли внутреннюю вертикальную границу. Что еще можно сделать? Можно, например, поработать с заливкой. Например, заголовок наш основной залит другим цветом. Ну, например, можно сделать его белым. А сам цвет текста сделать, например, зеленым. Тот, который мы использовали для цвета фона. Если вы не помните, какой, то можно воспользоваться пипеткой. Пипетка позволяет выбрать тот цвет, который у нас присутствует где-то на слайде. Так, можно поработать еще с выравниваниями. Посмотрите, в разделе «Макет» есть отдельные элементы управления выравниванием. И горизонтальным выравниванием. Например, можно сделать горизонтальным и вертикальным. Можно сделать выравнивание по середине, вертикально. Посмотрите, все теперь наши объекты стали выравнены вертикально по центру. Это очень удобно. И горизонтально тоже можно. Ну, здесь можно оставить, наверное, вот эта часть будет у нас по правому краю. Все остальное сделано по середине. Вот здесь у нас очень длинные слова. В конце десятки, тысяч, сотни. Наверное, можно весь вот этот текст тоже сделать еще меньше. Ничего страшного. Это единственный текст, который у нас встречается здесь. Подвинем немножечко таблицу. Можно добавить заголовок. Вставка. Напись. Давайте добавим заголовок. Сделаем его белого цвета, покрупнее. Напишем сравнение, поколение. Эвэ. Так. Можно, наверное, даже еще крупнее сделать. Не забываем про выравнивание. Можем снова включить направляющие. Перетащить направляющую здесь на границу таблицы. И текст аккуратненько подогнать. Вот нашу таблицу. Теперь. Выглядит немножко пустовато наш слайд. Можно добавить каких-то необычных элементов, которые внесут разнообразие. Ну, полноцветную картинку, наверное, здесь уже не стоило бы добавлять, потому что она перетянет на себя внимание. Но можно добавить какую-нибудь ненавязчивую иконку. Для этого воспользуемся с вами сервисом, который называется FlatIcon.com. И здесь мы можем искать не полноцветные картинки высокого разрешения, качества, а иконки. Они бывают тоже очень хорошо детально прорисованы, но все-таки это иконки, небольшие изображения. Поскольку мы говорим с вами сейчас на этом слайде о персональных компьютерах и о поколениях, можно, например, взять и найти... Здесь поиск работает, естественно, в основном на английском языке. Например, CPU. Вы, я надеюсь, помните, что CPU – это Central Processing Unit. Это наш процессор. Давайте возьмем какую-нибудь картиночку подходящую. Я бы, конечно, хотел вот эту, но она платная. Она просто так недоступна. Давайте соседнюю вот эту вот возьмем. Здесь у нас есть с вами несколько вариантов, что мы с ней можем сделать. Либо скачать в формате PNG. PNG, мы помним с вами, что это изображение, формат графики, который поддерживает прозрачность. Либо есть еще один формат, мы с вами тоже о нем говорили. Это SVG. SVG – формат векторной графики. И бонусом, как вы понимаете, будет возможность практически бесконечно масштабировать эту иконку. Хоть на весь слайд можно будет сделать ее по размеру. И качество при этом будет хорошее. Формат SVG работает в последних версиях PowerPoint. Если у вас, например, 2016 и 2019 PowerPoint, то у вас должно будет все хорошо работать. Если у вас более, скажем так, старшая версия, да, 13, 10, 7, то лучше, конечно, выбирать формат PNG. Попробую выберу SVG, бесплатно скачиваем, сохранить. Так, моя иконка скачалась. Скопирую ее и перенесу сейчас в PowerPoint. Посмотрите, вот она добавилась здесь. Могу ее уменьшать. И самое приятное, что можно с ней делать, поскольку это формат SVG, формат векторной графики, это работа с цветом. Обычную картинку в формате PNG мы не сможем изменить, каким-то образом залить, контуры поменять. А вот если это SVG, то сверху появляется пункт «Формат графических элементов». И здесь можно поработать, например, с контуром, сделать контур белым, заливку, пардон, белой. И тогда наш объект, наша картинка становится такой же, как наша тема слайда, она становится белым. Можно добавить, например, какие-то объекты для каждой строчки таблицы. Можно добавить где-нибудь в уголке значок, можно повернуть, увеличить его. Можно еще хитро поступить, например, взять и добавить фигуру, например. Можно добавить круг для разнообразия, потому что у нас все квадратные, а здесь можно внести немножечко разнообразие. Нарисуем круг. Помните, что можно держать кнопочку «Shift» для того, чтобы получился ровный круг. Уберем контуры. Нет контуров. Сделаем, например, белую заливочку. А вот наш процессор сделаем, наоборот, зеленым. Заливка фигуры. Не буду гадать, выберу нужный цвет. И перенесу сейчас наш процессор на нарисованный круг. Но я его не вижу. Вспоминаем почему. Потому что порядок объектов на слайде сейчас такой. Я перенесу на задний план наш круг. Тогда перед ним появляется вот наш процессор. Можно поступить очень хитро. Можно поместить круг. Давайте скруппируем, чтобы это было удобно перетаскивать. Я выделю оба объекта, зажав кнопку «Shift». Щелкну сначала по первому, потом по второму. Загруппируем. Допировать. И теперь я могу их вместе перетаскивать. Они будут перемещаться одновременно. Я могу поместить в угол нашу картинку и немножко увеличить ее. Получится вот такой пример. Если мы запустим показ презентации, то получится немножко отрезанный круг. Может быть, имеет смысл, если дважды щелкнуть по объекту сгруппированному, их внутри тоже можно менять и так далее. Имеет смысл, наверное, так уменьшить немножечко. Процессор. Давайте посмотрим полный экран. Вот уже стало немножечко интереснее. Ну, можно табличку немножко сделать поменьше или покрупнее. Тоже получится вполне интересно. Вот таким образом можно поработать с таблицей. Сделать ее куда более симпатичной. Конечно, здесь дальше можно работать еще дополнительно с границами. Можно было бы, например, здесь вместо цифр тоже добавить какие-нибудь иконки с какими-нибудь изображениями. Например, элементная база. Можно было бы добавить вместо или рядом с цифркой один картинку с электронной лампой. Здесь транзистор добавить. Все равно узнали бы, как он выглядит. Интегральную схему. Большую интегральную схему и так далее. То есть разнообразить. Ну, и такой минималистичный вид тоже имеет право на существование. Давайте начнем с картинок и с иллюстраций. Первое, о чем важно, конечно же, сказать, это качество картинок. Мы об этом уже с вами говорили, когда создавали реферат и когда занимались буклетом. Но еще раз хочется акцентировать ваше внимание на том, что картинки желательно находить в интернете крупные, большого размера, с качественным изображением. Потому что сегодня и экраны наших телефонов, и проекторы, и телевизоры позволяют показывать картинки высокой четкости, с хорошей цветопередачей. И, конечно, нужно этим пользоваться. Картинки мы с вами добавляем в презентацию в основном для того, чтобы задать некоторое настроение, показать то, что мы не можем рассказать словами. Сейчас на слайде вы видите, скажем так, антипример того, как можно поступить было бы с картинкой. Очень часто мы сталкиваемся с похожими слайдами, которые, конечно, несколько удивляют меня. Почему-то мы все время пытаемся задать рамки, бесконечные рамки в наших слайдах, в наших презентациях. И здесь такая квинтэссенция. Это максимально, мне кажется, возможный рамочный вариант, когда у нас есть и фон с рамочкой, и сама картинка в двойной рамочке. И считается, что обязательно должна быть подпись картинки, либо справа, либо слева, либо снизу. А некоторые еще любят уменьшать картиночки, естественно, искажая их, и дописывать еще какой-нибудь текст рядышком пояснительный. Конечно, так делать, наверное, можно. Но очень осторожно нужно поступать в таких случаях. Конечно, если это, например, портрет какого-нибудь деятеля, искусств или науки, и вы хотите в двух словах здесь написать тезис о его жизни, ну, как знаете, часто бывает скопировано из Википедии. Родился, умер, женился, сделал три картины, написал три картины, и этим запомнился. На самом деле, очень часто мы с вами сопровождаем наш рассказ картинками, и иногда нет смысла писать тот текст, который вы произносите на слайде целиком. Естественно, во-первых, это должны быть короткие тезисы, да, очень короткие мысли какие-то, самое главное о том, что вы на этом слайде показываете. При работе с картинками мы помним о том, что поиск позволяет нам задавать специальные фильтры. Я сейчас ввел в Яндексе в поиске по картинкам запрос «Южный океан». Многие из вас прислали презентации, посвященные Антарктиде. Часто были очень красивые и интересные иллюстрации представлены, а иногда попадались картинки не очень хорошего качества. Я вам еще раз напоминаю, как найти изображения большие, качественные, подходящие для наших рефератов, буклетов, презентаций, видеороликов, вероятно. Давайте найдем какую-нибудь подходящую картинку для нашего Южного океана, что-нибудь такое, знаете, впечатляющее. Не знаю, насколько это Южный океан. Что пляжный. Давайте вот где-то было с айсбергом. Очень похоже. Правда, это Гренландия, а не Южный океан. Ну, кто нас поймает за руку. Копирую изображение, переключусь сейчас в нашу презентацию, создам новый пустой слайд. И обычно я добавляю картинки на слайд и делаю обрезку таким образом, чтобы она занимала полный размер слайда. Так вот, наверное, да, мы сейчас по маркерам отмерили и увеличим, точнее, да, нашу картиночку сделать. И если я рассказываю, например, об айсбергах или о Южном океане, конечно, лучше поместить картинку на полный экран, чтобы она максимально задавала настроение и впечатление. Если вы хотите ее подписать, тогда поступите, как это было примерно на титленном слайде. Добавьте надпись. Здесь можно выбрать какое-нибудь место, где максимально контрастно все будет выглядеть. Например, внизу можно вот здесь вот справа дописать. Слухаем немножко. Южный океан. Напишем айсберг. Так, ну, черный, конечно, он не очень подходит, поэтому мы можем с вами аккуратненько, во-первых, выровнять, да, так, чтобы были одинаковые отступы с обеих сторон, и слева, и снизу. Примерно так. Зададим белый цвет, вот, и уже будет видно хорошо, контрастно. Может быть, даже не белый, может быть, взять немножечко такой сероватый, чтобы не слишком сильно бросался в глаза, он не отвлекал на себя все внимание. Давайте посмотрим в полный экран. Невероятно красивый. Нас не отвлекают никакие рамки, никакие дополнительные тексты сопровождающие. Все, что нужно сказать, вы скажете вслух. А здесь зритель может просто насладиться красивой картинкой. Если же вам все-таки нужно добавить некоторый сопроводительный текст, ну, очень часто нас ограничивают форматом слайдов, мероприятия, в которых мы участвуем. Может быть, организатор конференции или, например, вашего проекта потребовал, чтобы на слайде были и текст, и картинка. Ну, тогда постарайтесь сделать текстовые блоки примерно такого же размера, как и сама картинка. Например, если вы добавляете картинку, давайте мы скопируем нашу картинку, то, во-первых, конечно же, эта картинка, возможно, не очень подходит сейчас для нашего слайда, потому что у нее не то соотношение сторон. Можно попробовать обратно отрезать вот это изображение. Постараемся всегда выставлять по макету наши объекты. Может быть, мы опустим чуть ниже, поскольку картинка не занимает так много места. И тогда и текст можно опустить немножечко ниже. Либо можно сделать поменьше по ширине сам блок с текстом и увеличить картинку. Можно тогда даже вернуть обратно. Не забывайте про отступы слева, снизу, справа. Элементы не должны быть в облипочку. И если вы дополняете здесь дальше какой-то текст, то первое, что всегда бросается в глаза, это вот эти точечки, маркеры. Напоминаю, что если вы не перечисляете какие-то параметры, предположим, айсбергов, и, может быть, вы какие-то характеристики будете писать, размер, вес, срок жизни, количество, то тогда, конечно, можно тезисами пунктами здесь указывать. Но если вы просто пишете, что такое айсберг, например, определение, айсберг это, если действительно необходимо вам такое сделать на слайде, то отключайте списки, либо сверху кнопочкой списки, либо пунктом, либо стирая просто вот этот маркер. И тогда получится более-менее симпатично. Помните про сетку. Если у вас будет еще некоторое количество текста, так, конечно, лучше не оставлять текст. Помним, да, про то, что мы сохраняем только текст, выкидывая лишние ссылки. Конечно, PowerPoint сам подровняет, подставит нужные размеры, так, чтобы у вас все влезло. Но вот такое количество текста мне всегда кажется избыточным на слайде. Во-первых, напоминаю, что докладчик нужен для того, чтобы рассказывать интересно, а не занудно читать. И если у вас весь текст на слайде, опять-таки, зачем тебе нужен докладчик? Я прочитаю быстрее, чем это сделаете вы. Вот 18 размер шрифта сейчас здесь для этого текста, наверное, маловат. И имеет смысл сделать побольше. Для этого нужно лишний текст убрать. Вы, пожалуйста, не бездумно только его убирайте. Я сейчас чисто для примера это делаю. Вы можете это сделать осмысленно. Можем сделать выравнивание по ширине не очень красиво. Будет по центру тоже, по левому краю. И даже так уже будет неплохо. Если вы публикуете картинки как фотографии, то тогда сверху в формате рисунка можно даже поиграть немножечко с рамочками. Сделать вот такие рамки. И, например, если у вас другой цвет фона, выбран какой-то, такие ненавязчивые рамки, стилизованные под фотокарточки, будут смотреться аккуратно, чисто и красиво. Постарайтесь не оставлять слайды, на которых есть только текст, особенно много текста. Даже вот такое количество, мне кажется, избыточно, может быть, даже еще меньше можно было бы сделать и увеличить размер нашего текста. Ваша задача – поработать над своей презентацией, продолжить работу. Естественно, не нужно создавать новую. Возьмите ту презентацию, которую вы уже делали и присылали нам с Еленой Николаевной. Многие, кроме титульного слайда, решили оформить и всю презентацию до конца тоже. Хотя в задании было сказано сделать только титульный слайд. Так вот, ваша задача будет пройтись по всем слайдам, которые вы создали в этой презентации, поработать над картинками. Может быть, убрать вот такие вот слайды, как вы видите сейчас на экране, где картинка, текст, картинка, текст, картинка, текст. Наоборот, сделать слайды, которые позволяют получить максимум впечатлений с ненавязчивыми подписями. Обязательно сделайте слайд, в котором будет представлена таблица. Если это история развития электронного чисельных машин, вот, может быть, что-то в таком духе. Если вы выбрали другую тему, найдите какие-то параметры, которые вы можете сравнить у различных объектов. Ну, если кто-то выбирал тему, связанную с географией, можно сравнить разные материки друг с другом. Например, взять критерии размер, население, количество стран, количество рек или воды, в принципе, пресной, которая на этом континенте, на этом материке присутствует. В общем, нужно будет подумать и придумать какое-то такое сравнение. Если вы использовали нестандартные шрифты или, например, вы использовали иконки в формате SVG, рационально будет, как и в прошлый раз, сохранить презентацию в формате PDF и прислать нам, Селена Николаевна, именно PDF-версию своей презентации. Можете прислать и PDF, и PPTX. Тогда, может быть, мы откроем, сможем что-то подсказать, посмотреть, как это сделать внутри. Спасибо вам за внимание. Повторюсь, это было последнее видео. Это был последний видеоурок в этом году по информатике. Следующий урок у нас предусмотрен как контрольная работа. И к следующему уроку мы ожидаем от вас писем с файлами, с выполненной презентацией окончательной, да, и степленным слайдом, и с оформленными остальными слайдами по рекомендациям, которые вы услышали в этой презентации. На самом деле, очень много в этом году мы с вами успели. Многие темы посмотрели, с многими программами поработали. Спасибо вам большое за такое продуктивное сотрудничество. В следующем году мы, естественно, продолжим с вами изучение информатики. Ну, а вот в этом году закончим на теме создания презентации, работа с мультимедиа. Удачи!